Продолжая тему прошлых покупок, не стали исключениями и товары для автомобилей, которые продаются в Китае в очень большом количестве и есть разного типа и назначения. Только вот в большинстве случаев продаются товары вроде как для автолюбителей, а вот большинство представленных там товаров автолюбителям нафиг не нужны. Но сегодня речь не совсем об этом, а прямо-таки о противоположном. Интересно, можно ли найти там что-нибудь полезное? И у меня есть парочка таких примеров. Первый товарчик посвящается всем тем, кого раздражают торчащие флешки из магнитолы. Если вы такой же как и я, то наша проблема решается за пару долларов. Такая вот микрокомпактная USB флешка. В сравнении со стандартными размерами флешек, поначалу даже сложно представить, что это вообще может быть флешкой. Однако главный ее плюс, это одновременно и главный ее минус. Минус в том, что она маленькая, а маленькие вещи всегда стремятся куда-нибудь упасть и пропасть. В моем варианте там 8 гигабайт внутри, и этого с головой хватает на всю мою музыку. Следующий товар это LED лампочки в фонаре заднего хода. В принципе не только в фонаре заднего хода, но и в любые фонари, так как лампочки идут в стандартном цоколе. Я пробовал их засовывать в поворотники, но там они светят слабее, чем обычные лампы. Да и разница особо незаметна. А вот максимальный эффект в моем случае я получил именно в фонарях заднего хода. Там они выглядят и работают немного иначе, чем обычные лампы. И покупал их комплектом из 4 штук по 1 доллару за штуку. Следующий девайс это 2 в 1 вольтметр плюс термометр. В стандартном исполнении это устройство должно вставляться в прикуриватель и представлять собой вольтметр и термометр в одном флаконе. Так как я не курю, я пожертвовал прикуривателем на центральной панели и заменил его на данный девайс, и дабы он не горел постоянно, питание через переключатель. Если с вольтметром все и так понятно, то термометр при этом измеряет температуру воздуха в салоне через тот самый выходящий из прибора усик. Ума не приложу в принципе зачем это может пригодиться в обычных условиях, но вот один товарищ навел меня на иные мысли применения этого устройства. Усик наращивается проводом, протягивается под капот и закрепляется на газовом редукторе. В итоге имеем наглядный способ отслеживать температуру редуктора во время прогрева двигателя. На 100% точность данный девайс конечно же не рассчитывает, но подбор удачного момента для перехода с бензина на газ все же обеспечивает. В общем, нашел китайской игрушке дельное применение. Следующий товарчик USB зарядник. Самый обычный, простой и дешевый USB зарядник от прикуривателя. 1 ампер на телефоны, 2 на планшеты. Ну а для тех, у кого возник вопрос, как же ты его используешь, если прикуриватель ты вытащил и заменил на вольтметр-то, а? Все просто. У меня есть второй прикуриватель. Ну и следующая полезная штучка с Алиэкспресс это кабель для диагностики. Сию полезную штуку я затаривал для машинок, которые имеют разъем для диагностики. И вот хоть убей, не пойму людей, которые ездят на станции техобслуживания на эту самую диагностику и оставляют там по некоторой сумме. Хотя за цену одной такой услуги можно купить свой собственный диагностический кабель и задиагностироваться хоть с головы до ног. А для тех людей, которые не имеют возможности или просто не хотят тащить свой ноутбук в машину, тоже есть решение. Это OBD2 разъем с Bluetooth модулем, через который практически с любого современного телефона можно считать любую необходимую информацию. Ну и на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры подогнал «Симон»